Баттлшир Всем привет любителям морских сражений! На связи канал Баттлшир и сегодня мы рассмотрим корабль, который дают за прохождение этой кампании. Что ж, за лодку-то чудную предлагают нам уважаемые товарищи-разработчики. Внешний вид, конечно же, здесь не актив. Выглядит убого. И очень кого-то напоминает. Да? Правду, охотник четвертого уровня выглядит более привлекательно. Но схожесть есть. Итак, если отбросить все эти непонятки с внешним видом, что мы имеем в итоге? Эсминец, который нашпигован самыми быстрыми торпедами в игре. Разогнать их можно до 90 узлов и заварить настоящий торпедный суп. Но как бы на этом и все. Больше преимуществ у данной лодки нет. И вы такие, подожди Баттл, а как же 150-мм орудия? Они-то точно стреляют неплохо? Ну да, стреляют так, как будто на них сидят наводчики с печально известного линкора Гнезинау. Мое мнение, этот эсминец больше фановый, нежели на Гебучи. На нем действительно очень фановый геймплей. Стоишь на месте и пускаешь по 12 торпед каждую минуту. И смотришь. На этом все. То есть запустил торпеды и минуту стоишь, рыбачишь. И так по новой раз за разом. Потому что больше он ничего не может. Но все же, кто захочет взять эту лодку и заварить торпедные супы, вот вам сборка. Затем как начать сборку, давайте просто посмотрим, что у него в оснащении. Гаварийка, форсаж обычный, обычная ремка и перезарядка торпед. То есть никакого аналога даже поменять невозможно. По броне тут тоже все очень как бы стандартно. Никакой нету брони и вы будете также очень хорошо впитаны. А вот по сборке. Система наведения мы ставим на первый слот. На второй слот мы ставим энергетичку. Третий слот мы ставим маскировочку. Ну и конечно же на последний слот перезарядку торпед. В качестве главного командира у нас Тик Хэнсон Эриксон выступает. Поэтому ничего нового не скажу. По перкам расставляйте как у меня на экране. Не особо советую вам урезать хп и добавить там 100 метров дальности. Поэтому лучше сделайте как у меня перки. Поэтому нужно поставить пеллинг и все как у меня. И также по вдохам тут все понятно. Сверский бэй максимальная маскировка. Живучесть 16 тысяч. На седьмом уровне есть у кого и меньше. Так что сойдет. В качестве главных стволов тут три орудия с калибром в 150 миллиметров. Да, калибр солидный и может в борт выбивать стадели крейсерам. Увидите это дальше. Да и шанс поджога здесь 11%. Что является наивысшим показателем среди эсминцев седьмого уровня. Но друзья, тут такие кривые орудия, что просто отврат. Короче, на арту здесь надеяться не стоит. А вот торпеды тут интересные. Ну только в плане скорости. И дальности. А вот урон смешной. И все ваши торпеды, которые будут попадать в линкор, это все равно что тыкать иголкой слона. Не более. Но конечно, с такой быстрой перезарядкой можно надеяться и на затоп. И только тогда у кораблей будут проблемы. ПВО здесь мое почтение. Одинокий матрос с рогаткой, так скажем. Или другими словами, почти нет. Что еще можно выделить, так это скорость 40 узлов. Вполне достойно для седьмого уровня. Что касаемо маневренности, показатели средние. А вот маскировка довольно неплохая. 5,1 километр будет светиться. Но можно сделать на 100 метров меньше. То есть до 5. Если поменять перк у командира. Тоже может наш ягер в бою. В целом, в начале боя, вы конечно, в зависимости какая карта, можете просто перекрыть весь подход на точку торпедами. То есть закидать туда сразу 12 штук. А то с перезарядкой 24. Вот как здесь на этом моменте мы встречаемся с эсминцем. Я сразу ему выкидываю туда все свои торпедки. Но эсминец немножечко отворачивает. И попался, так скажем, не дурачок. Хотя, судя по тому, сколько этот чувак светится, возможно, я бы усомнился в своих словах. То есть лодочка достаточно фановая. Никакого она там нагиба не имеет. Но, блин, просто так вот, типа, кидать торпеды в толпу там кораблей. Ну, это прикольно. То есть просто фан, друзья. Вот есть же фановые корабли у нас в игре. Вот. Вот эта лодочка к ним и относится. То есть ни там про какой-то нагиб речи идти быть не может. Артиллерия здесь настолько смешная, что вас перестреляют, ну, практически все эсминцы. За исключением, наверное, японцев. Но круто, да? Посмотрите. Бамс, 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 бамс. Сколько торпедок туда заходят. Но посмотрите на этот смешной урон. Да, сколько торпед зашло, а линкоры там как будто и ничего не произошло. 8 торпед, а урон 43 тысячи. Хм, круто, да? Единственный момент, что можно вызвать затоп, если повторно закинуть торпеды. То есть можно кидать не сразу 12, можно кинуть 6 торпед, они дошли до цели. Потом сразу опять кидаете 6, чтобы вызывать затопы. Опять этот кирисамы. Посмотрите на артиллерию. 150-й калибр. Калибр вроде есть, но пушки, блин, такие кривые. Просто же, посмотрите, что за плевки летят в кирисаме. Да, там когда попадают, урон наносят, но это еще попробуй попади там. Просто... Бульк. И тут сейчас вот последняя пулечка, просто посмотрите, как она ему там... Все, зашла. Ну, типа артиллерия смешная. Вообще, блин. Для всяких там... Флетчеров, Фрислендов, Блэков, там я не знаю, что еще. Цеток. Это просто будет сладкая булочка, а не эсминец. В общем, друзья, те, кто типа хотят взять эту лодку и думать, что они будут нагибать, то тогда, я думаю, вам не стоит ее брать. Ну, а те, кто так чисто попускать торпеды, торпеды, пофаниться, ну, можно взять, почему бы нет. Ну, она типа не говно. Ну, не говно. Но поиграть можно, да, посоздавать там какие-никакие проблемы. То есть, просто фановый эсминец. А те, кто любят торпедные геймплеи, то, ребята, можете взять. Я думаю, особо не пожалеете, просто получите удовольствие от такого количества торпед. Внешний вид, конечно, здесь просто умиляет. Я же говорю, взяли эсминец там третьего уровня и засунули его на седьмой. Тут я пустил торпедки в дымы, тут вот у нас коржик стоит, настреливает. Такой, о май гад, я засветился. Но этот черт, походу, был на сонаре, потому что как можно было увернуться от такого супа, я не знаю. Ну, сейчас здесь будет просто небольшая пауза, можно порыбачить. Дела в катке шли не очень, и мы пытаемся затащить этот бой. К пеленгу я смотрю, что там эсминец, поэтому пускаю туда торпеды в надежде, что он на них присядет. не очень, но вроде кораблики выходили-выходили, а присесть никто не захотел. Ну, то есть, вы видите, вы просто стоите и пускаете торпеды. Я даже не могу встретиться с эсминцем вражеским, чтобы, например, попробовать его перестрелять, потому что у меня ни дымов, ни черта нету. Поэтому ты просто прячешься, ориентируешься по своему пеленгу, и пытаешься кинуть туда торпед. Ну, и, конечно, что еще хотел бы отметить в большую негативную сторону, это отсутствие ПВО. Вы знаете, что авиков у нас все больше и больше, люди любят играть, поэтому, если данный эсминец попадает в бой с авианосцем, то капец. Вот, кстати, здесь 150-й калибр. Одно из преимуществ можно подоставать цитадели с крейсеров. Ну, конечно же, не всех. То есть, нужно понимать, кто там забронирован, кто нет. Ну, типа с него Орлеана вообще изи. Посмотрите, какой урон одним залпом две цитки. До свидания. Так вот, да, если в бою попадется вам авианосец, то Ягер Ри АйПи. Двойной удар здесь делаем, но это чисто так, на везение, так скажем. Потому что торпедки это просто что-то, слона, колоть иголкой. В общем, здесь то же самое. Я не могу себе позволить наткнуться на эсминец. Приходится закидывать по пелингу снова торпедами, потому что осталась, по-моему, цитка, если я не ошибаюсь. А она меня просто... Да, цитка 35-я. Она меня просто в хвост и в гриву, как говорится. Так что, друзья, думайте сами, смотрите сами. Но, этот эсминец точно не про нагиб. больше фан-геймплей. Поэтому решать вам. На этом я вас просто оставлю досмотреть этот бой. Всем удачных морских сражений, командиры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok